Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю продолжить тему вирусов и раскрыть тему гриппа. Я хочу рассказать вам, как я лечу грипп. В течение последних 7 лет я заболел всего лишь один раз гриппом, и то был по моей вине. И в этом видео я расскажу, как это случилось. Я хочу рассказать в этом видео научные способы. Первый – это способ, давай назовем его нетрадиционный способ. То есть это не лечение таблетками. Я расскажу вам, как вылечить грипп, не используя никаких таблеток, только народные средства, которые подтверждены научно, что они работают. То есть это не просто кто-то придумал, что там это возможно лечит грипп. Да, ученые согласились, что действительно есть нетрадиционные способы, которые помогают вылечить грипп, и очень хорошо. Второй же способ я расскажу вам – это современные взгляды на медикаментозное лечение. То есть я расскажу вам препараты, которые реально работают, которые реально могут убрать у вас, помочь вылечить грипп за несколько дней. Например, вместо 7 дней, как обычно болеют люди. Также расскажу вам о тех препаратах, которые максимально эффективны и которые современные. Которые именно предыдущий год, этот год, которые ученые занимались именно сейчас. То есть это препараты, которые разработали по новейшим методикам, технологиям. И эти препараты тоже работают. И они работают еще лучше, чем предыдущее поколение препаратов. Об этом всем я расскажу в этом видео. Покажу эти препараты, название этих препаратов. Расскажу про нетрадиционные способы, которые работают. И однозначно это проверено учеными, это работающие способы. Также сам расскажу те способы, которые я использую на себе. Применял неоднократно и уверен, что они работают. Всем этим я поделюсь вам в этом коротком видео. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео. Но мы продолжаем. Друзья, вирусов существует просто сотни, огромное количество. И каждый год они еще мультируют и постоянно меняются. В этом особенность вирусов, что они постоянно меняются, и иммунитету к ним сложно приспосабливаться. Вирус по своей структуре, по своему размеру меньше, чем бактерии. То есть это очень маленький микроорганизм. У нас, если вы не знали, тут существуют вирусы, которые в нормальном состоянии должны находиться в нашем организме. То есть это составляет норму нашего микробиома. Помимо бактерий, нормально, что у нас в постоянном организме находятся еще какие-то вирусы. Но они не вызывают никаких заболеваний. Но такие как грипп, это считается уже серьезный вирус. И с ним нужно, конечно, знать, как бороться. Что нужно делать, если вы заразились гриппом. Как себя вести, когда нужно бежать к врачу, когда не нужно бежать к врачу. Первое, что нужно уяснить, я уже повторял это видео про коронавирус, что вирусы не лечатся антибиотиками. Никогда. Вирусы должны лечиться только препаратами или противовирусов, которые существуют. Или же, если только у вас появилось какое-то осложнение на фоне вируса. Например, пошло какое-то бактериальное осложнение в легких. Только тогда вы добавляете еще антибиотики, только по назначению врача. Вы сами никогда себе не назначаете антибиотики. Врач должен определить с помощью лабораторных анализов, какая именно бактерия у вас вызывает заболевание. И назначить вам антибиотик именно для этих бактерий. Друзья, существует ОРЗ, а существует грипп. ОРЗ это острое респираторное заболевание. То есть ОРЗ возникает обычно плавно. Это больше похоже на простуду. Постепенно у вас нарастают симптомы, появляется насморок, кашель. Нет огромной температуры сразу же. И постепенно может повыситься температура до 38, там где-то она такая, или вяло текущая. Но нет резкого заболевания. Нет резких симптомов, которые вас сразу взяли и свалили на кровать, да, допустим. Если происходит резкое заболевание, резкая температура, без особых симптомов, то это, скорее всего, уже у вас грипп. Если, допустим, температура от 38 до 40, иногда даже больше, то это 100% грипп и, в принципе, можно заниматься этим дома, если вы знаете, что делаете. Симптомы гриппа это головная боль, это слабость, это когда ломают все мышцы в всем теле, это повышенная, конечно же, температура, это вот крайняя степень усталости, это может быть даже сухой кашель, может быть покашливание абсолютно нормально, это для гриппа, именно поэтому, например, его сложно отличить от коронавируса. Но при коронавирусе более сильный кашель идет. Идет явное осложнение на легкие. Это уже становится очевидным, когда человек болеет коронавирусом. С гриппом чуть-чуть не так. Почему я буду вспоминать коронавирус? Потому что я недавно записывал про него видео, и оно очень похоже на лечение гриппом. Оно вообще очень похоже, так как вирусы, по сути, имеют похожее действие на организм, и бороться с ним тоже нужно похожими методами. То лечение, которое я буду говорить в этом видео, имеет отношение только к гриппу. Не лечите так коронавирус, потому что оно требует другого лечения. Друзья, продолжим знакомиться с вирусом гриппа. Вы должны понимать, вообще примерно, хотя бы ориентироваться, как себя ведет вирус, что он себя представляет. Если мы заражаемся, допустим, каждый год более-менее похожими вирусами гриппа, то обычно идет один какой-то штамм, который ученые ждут. И этот штамм гриппа, он мутирует, но ученые примерно более-менее понимают, какой будет грипп. Вы можете подумать, что нужно вакцинироваться. Возможно, для вас нужно вакцинироваться. Если вы хотите в этом вопросе больше разобраться, в конце я оставлю вам подсказку на видео про вакцины. Посмотрите еще его. Человек обычно заражается каким-то одним штаммом вируса. Но если возникает, допустим, смесь каких-то вирусов, штаммов гриппа, то есть когда в организме хозяина, у вас у человека, допустим, есть заражение несколькими штаммами гриппов, обычно, допустим, в истории знают такие смешения вируса, как свиной грипп и птичий грипп, например, одновременно. Когда происходит вот это смешение штаммов, то происходит пандемия. Обычно это очень серьезные вспышки гриппа, которые возникают в мире, и они очень опасны для организма. Действительно, в этих состояниях наступает очень серьезный риск смерти. Но в основном, опять же, так же самое, как с коронавирусом сейчас в мире происходит, в группе риска в основном люди только с ослабленным иммунитетом, которые имеют какое-то состояние упадка общих сил организма и иммунной системы. В этот же также попадают, конечно же, дети и люди, которые старшего возраста, допустим, за 60, у них уже организм слабее, и они более податливы этим вирусом. Именно поэтому, когда люди более ослаблены, уже заражаются этим вирусом, то в их организмах вирус больше размножается, быстрее размножается. И у них высокий риск каких-то побочных эффектов, осложнений. И среди них обычно смертность достигает около 10%. То есть и у гриппа около 10% смертности, как и у коронавируса сейчас. Если же вы следите за своим здоровьем, ведете более-менее здоровый образ жизни, если у вас нормальный более-менее хотя бы иммунитет, вы там достаточно проводите время на свежем воздухе, у вас все в порядке с организмом, вы занимаетесь умеренным спортом каким-то, умеренное количество нагрузок, то вы, скорее всего, вообще не подцепите ни грипп, ни коронавирус. Эта вероятность очень мала. Зачем я вам это рассказываю? Вы должны понимать, друзья, что есть пандемия, и возбудителем вот этой пандемии обычно идет смесь вирусов гриппа. То есть когда это происходит, тогда действительно очень серьезное большое количество людей заболевает гриппом. И там бывает смертность даже возрастает. Иногда бывает возрастает до 30%, даже до 60%. То есть это, конечно, огромные цифры, но такое происходит чрезвычайно редко. Вот такие смеси, такие смеси вирусов возникают нечасто. Именно когда происходит пандемия, когда вот этот вирус такой мощный, когда идет смешение вирусов, происходит вот эта мутация, и оно, максимальные риски подвергаются легочной ткани, респираторной эпителии. Именно поэтому есть риск возникновения пневмонии. И это очень серьезное состояние, конечно, они требуют 100% вмешательства врачей. Это самостоятельно не лечите. Если возникает пневмония или подозрение на пневмонию, сразу же в больницу и очень быстро. Потому что там врачи вам будут заниматься, выживаемость будет очень высокая, и все будет хорошо, скорее всего. Обычно же у гриппа, сезонного гриппа, там не идет смешение вот этих штаммов, идет какой-то один штамм вируса. И вот этот вирус, он не приводит настолько сильным осложнениям, как, например, пневмонии. Риски пневмонии тоже остаются, но они не такие большие. То есть от простого сезонного гриппа, скорее всего, не будет никаких осложнений, если вы правильно все лечите. Друзья, ученые считают, что каждые 10 лет вы будете болеть гриппом минимум в 2 раза. И так на протяжении всей жизни. Из-за вот этой мутации гриппов. То есть 2 раза за 10 лет считается нормой для любого человека на планете. 2 раза за 10 лет, друзья. Не 3 раза в сезон, как вы болеете, да? Не 2-3 раза за зиму. А 2 раза за 10 лет это максимально. За последние 7 лет я заболел 1 раз гриппом. Как это произошло? Ситуация была такая. Это чисто по моей глупости произошло. Каким-то образом я решил, что мне обязательно нужно побрить волосы в носу. Да, такая вот глупость у меня возникла в голову. На самом деле, если вы не знаете, многие это делают. Особенно люди, которые в бизнесе, например. То есть это часть ухода за собой, да? Чтобы у вас с носа не торчали волосы. Так вот, я пошел, купил бритву себе для носа. И увлекся этим занятием и побрил слишком много волос носу. И я не заморочился перед этим, не узнал вообще, можно ли так делать. Как это влияет на организм, да? То есть не то, чтобы прям во всем носу сбри волосы, да? Но довольно, то есть глубоко. Где-то, допустим, там, не знаю, около сантиметра вглубь носа. Не больше. И, друзья, я заболел гриппом через два дня. После того, как я сделал такую глупость. Перед этим я еще летал в Турцию. И это были перелеты, самолеты одну сторону в другую сторону. Так же самое там это было солнце. Конечно же, это было, возможно, слишком много солнца. На самом деле, если вы находитесь на солнце, это не укрепляет ваш организм. Так же самое, как и перелеты. То есть это создало определенные условия, при которых я мог подцепить вирус. Так же самое, когда я летал в Турцию в этот период. Я где-то на две недели перестал моржевать. То есть это был где-то конец ноября, начало декабря. Где-то две-три недели я не моржевал. Я не ходил в проруби, не купался. Что тоже, как бы, я постоянно моржую. На течение пяти лет я уже моржую. И именно в этот период я и заболел. И когда побрил вот эти волосы себе в носу. На самом деле, друзья, это часть вашей иммунной системы. И волосы в носу, если вы даже бреете, друзья, очень важно, то делать это нужно только сверху, немного. Не надо выбривать волосы в носу, не надо делать моих ошибок. После этого я заболел. И это было мое первое заболевание за 7 лет. На самом деле, это хороший показатель. Потому что, друзья, я хочу, чтобы вы достигли такого же самого. Конечно же, это не только одно это видео. Это целое множество факторов, которые вы должны учитывать. Посмотрите больше видео на моем канале про иммунитет, например. Хорошо, допустим, все. Действительно так получилось, выхватанули вирус гриппа. Бывает. У каждого такое бывает по-разному. Или по глупости, как у меня, допустим. Или просто у вас почему-то слаб организм. И выцепанули этот вирус. Что делать? Что делаю я? Я не использую никаких таблеток для лечения гриппа. Я не звоню врачам. Я занимаюсь самолечением. И делаю это дома. Потому что я знаю, что я делаю. Итак, конкретные шаги. Что я делаю, чтобы вылечить грипп дома? Сразу же я сажусь на диету. Я не ем мясо. Я не ем молочко. Я не ем яйца. Хотя я могу употреблять, например, какие-то легкие белки. То есть это может быть, например, какой-то суп. Например, с какой-то диетическим мясом. Например, мясо индюка. Ну, очень в небольших количествах. Потому что белки все же нужно давать. Но белки давать нужно легкие. Эти белки будут участвовать у вас для вашего иммунитета. Они будут поддерживать вашу иммунную систему. То есть белок легкий, не тяжелый. Не надо давать, не есть свинину или какое-то жирное мясо. Только-только диетическое мясо. Не нужно часто питаться, если вы заболели гриппом. Лучше вообще один-два раза в день. И опять же, легкая какая-то пища, которая не нагружает ваш организм. В процессе всего этого обычно заболевание протекает где-то 5-7 дней. Если вы лечите сами, то вы, скорее всего, будете всю неделю болеть. У вас не пройдут симптомы быстро. Это не очень удобно. Это нелегко лечить самому. Но я убежден, что именно когда вы лечите сами, то вероятность получения осложнений минимальна. Потому что вирус полностью будет убиваться вашей иммунной системой. И вы заработаете этот иммунитет самостоятельно. Ваш организм имеет очень крепкую иммунную память. После того, как вы проболели гриппом, иммунитет с вами останется уже на всю жизнь. Во время гриппа я начинаю резко увеличивать количество щелочной воды. Щелочная вода это гидрокарбонат натрия, бикарбонат натрия или цитрат калия. Которые вы можете использовать для того, чтобы повышать свой иммунитет во время болезни. Потому что доказано учеными, что щелочная среда в вашем организме способствует тому, что вирусы быстрее погибают в такой среде. И это может быть даже в 3 раза быстрее. То есть это просто были проведены исследования, они доказали это. Что в кислой среде вирус будет жить дольше. Поэтому вы повышаете щелочность. Во-первых, вы таким образом еще предотвращаете потерю излишних минералов в организме. Потому что когда вы пьете очень много жидкости во время болезни, а я советую пить ее очень много, это может быть от 3 до 6 литров в день вообще воды. Очень много воды. И я сейчас расскажу еще побольше какой именно жидкости. Это будет не просто чистая вода. Теперь вы пьете эту водичку, гидрокарбонат натрия, все дни болезни. Пьете примерно там, это может быть даже по литру в день воды. И так пьете 5 дней или 7 дней, сколько будет. Защелачивайтесь в организм по максимуму. Ешьте в это время овощи. Так же самое, чтобы щелочная среда у вас в организме преобладала все-таки надкислотной. Друзья, я не применяю никаких таблеток, но я использую траву во время всего лечения. То есть вот эта жидкость, которую я сказала, 3 до 6 литров воды в день, это могут быть еще травы. Я могу выпивать это по литру, даже по 2 литра трав. Настоя из трав ежедневно. В основном это трава следующая, это бузина черная, это могут быть листья липы. Так как есть температура, то липа очень хорошо имеет жаропонижающие свойства. Так же самое я использую чабрец, я использую шалфей, я использую корень солодки и зверобой. Вот именно эти травы я пью по отдельности, я делаю из них отвары. Смотрите, где вы возьмете траву? Травы покупайте просто, идите в аптеку и покупайте травы. Как сделать травы? Травы приготовьте так, как написано там в упаковке в аптеке. То есть примерно берите в пакетиках, это будет один пакетик на чашку, как обычная чашка чая, и пейте. Если написано травы до еды, пейте до еды, если после, то после еды. Я прочитал на тему трав не одну книгу, но, ребята, скажу, конечно, аптечные травы это хорошо, но на самом деле самое лучшее, это когда вы сами собирали эти травы, да, когда вы знаете, что вы собрали, где оно росло и так далее. Но аптечные травы подойдут вам очень хорошо, используйте почаще это. Используйте травы также для профилактики, не только когда вы заболели. Если вы будете пить эти травы в течение всего времени, когда вы, допустим, вздоровываете, все нормально, нет никакого вируса в организме, вы многократно уменьшаете риск появления вируса в вашем организме, потому что вы создаете неблагоприятную среду для развития вирусов. Любой вирус, который попадает в вам в организм, он может и не попасть дальше, не попасть вам в кровь, а задержаться где-нибудь на слизистой у вас, например, потому что иммунный ответ будет хороший, и среда внутри в организме будет такая, что вирусу там не очень понравится. Это может даже пройти как-то незаметно для вас вообще, потому что не всегда вы заражаетесь, например, сильным гриппом, сильным вирусом. То есть иногда вы можете заразиться каким-то ослабленным вирусом, который не имеет такую мощность, не такую патогенность имеет. И тогда этот организм ваш может переобороть этот вирус еще на зачатках. Пить или не пить витамин С во время гриппа? Это уже на ваше пожелание. Учеными доказано, что особо сильного влияния на выздоровление это не влияет. Пейте витамин С ежедневно, примерно там по 500 мг, допустим, потому что я считаю в меньших дозах он вообще не работает. То есть это минимум 500 мг в день вы должны ежедневно есть витамин С. Можете так же самое использовать его и во время гриппа, когда заболели. Но доводить до грамма в день будет тоже нормально. То есть 2 таблетки по 500 мг витамина С во время гриппа в принципе не помешает, но не рассчитывайте, что это какую-то серьезную вашу поддержку вашему организму оказывает. И с этим согласны ученые. Теперь, друзья, еще раз повторить по поводу слизистого вашего носа. Потому что вирус не просто сразу попадает в вам организм, как я и сказал. Сначала он задерживается у вас на слизистой. Слизистая носа, и она должна быть увлажненная. Поэтому вы должны ежедневно пить много воды, чтобы не заболеть вирусом гриппа. Если заболели, то все равно пить и много воды. Таким образом вы поддерживаете постоянно влажную слизистую носа. И тогда вирус гриппа не попадает к вам в организм. То есть мы сейчас говорим о профилактике, да? Если вы, допустим, вам приходится ездить на работу, как мне, в общественном транспорте, а я в протяжении последних 10 лет пользуюсь общественным транспортом, то есть это метро. Я живу в мегаполисе, я езжу в метро постоянно полно битком людей. И все равно за 7 лет и один раз был всего лишь грипп, друзья. Потому что иммунитет должен работать. Так вот, если вы увлажняете правильно свои слизистые, если она у вас пересыхает почему-то, увлажняйте ее. Возите с собой растворы соли, например, слабые, морскую соль, разводите в воде кипятком, и это будет ваш соляной раствор. Возите такой раствор с собой на работу. Если надо, закапывайте носовые проходы. Так же самое я рекомендую на ежедневной основе. Каждый день вы должны закалять свои ноги, ступни ног. То есть поливайте холодной ледяной водой. Так как они напрямую связаны со слизистой вашего носа. Если у вас закаленные ноги, то когда на улице у вас ноги перемерзнут, то ваше слизистая не пересохнет от этого, потому что она связана с вашими ступнями. А когда ваши ноги на улице перемерзнут, то она останется влажной, увлажненной, потому что вы закаляете каждые ноги, и ваш организм уже так не реагирует. Слизистая носа не будет пересыхать во время перемерзания ног. Друзья, это очень важно, и я еще раз повторю вам об этом. Теперь, если вдруг вы чувствуете, что каким-то образом уже подцепили вирус, и начинается какое-то чихание, начинает слабая заложенность носа появляется, или что-то похожее на начало заболевания, приходите домой и тут же промывайте свой нос соляным раствором. Так же самое, делайте раствор слабо соленый раствор морской соли. Я сейчас не скажу конкретной концентрации, друзья, но делайте слабый раствор соли. Лучше даже купите в аптеке вообще готовый соляной раствор, чтобы вы не перепалили свои слизистые носы. Сделайте слабый раствор и прополоскайте дома носовые проходы этой соли. Можете просто попшикать, например, с помощью дозатора какого-то в нос, увлажните носовые проходы, вымойте оттуда все, что можно. И таким образом вы убиваете все, что там было или могло туда попасть. Теперь, друзья, еще по поводу профилактики. Вирус живет вокруг нас и учеными проверено примерно, сколько где он может находиться. На поверхностях вокруг вас легко живет вирус. Он может находиться в слюной, в сухой слюне, находиться, например, где-то на поверхностях определенных. Он может быть на металле. Очень хорошо вирус живет на металле как раз, на гладком металле. То есть это поручни в метро, это поручни в автобусах где-нибудь. Там вирус может жить спокойно, около суток, вообще без проблем. На тканях вирус живет хуже. На любых тканях вирус, пористых тканях особенно, то вирус очень быстро ослабевает. Примерно 15 минут выживаемость вируса на руках. То есть что я имею в виду? Не то, что он умирает через 15 минут, а он резко слабеет. При рукопожатии, когда, допустим, вы с кем-то поздоровались, на самом деле всего лишь 15 минут, потом вирус будет чувствовать себя нормально, а потом начинает резко слабнуть. То есть ваша естественная защита, которая находится у вас на руках, она довольно хорошо работает. В целом, примерно через 2 часа на любой поверхности вирус все равно начинает ослабевать. Но он может жить даже в воздухе в виде аэрозоля. Вокруг вас, если кто-то человек чихнул, например, с вирусом, если вы пройдете через вот этот аэрозольный, скажем так, порыв, вот эти, которые в воздухе, они там могут храниться долго, даже несколько часов, вы тоже можете заразиться этим вирусом. То есть самое худшее, что вирус может, самые плохие поверхности для вируса, это обычная мебель. То есть вот офисная мебель, которая особенно лакирована, она очень плохо, на ней приживаются вирусы, и на ней погибает буквально за пару часов, очень резко идет сокращение вируса. Но в целом, в общем, примерно 24 часа вирус способен жить почти на любых поверхностях, на каких-то больше, на каких-то меньше, на металле больше, на мебели и дереве, на пористых поверхностях поменьше, на ткани тоже меньше, на руках вообще очень мало. Так же самое вы должны понимать, что, допустим, да, в течение суток его еще ученым удавалось находить вирус на какой-то поверхности, на которую они сами положили этот вирус. Но там уже концентрация вируса не такая большая, и уже он слабее, чем был. То есть его патогенность уже становится реально меньше. И риск заразиться таким вирусом тоже меньше. Но отсюда вы должны сделать вывод сразу же, что поверхности вокруг вас, которые вам кажется, что абсолютно безопасны, они могут быть легко находиться с вирусом. Представьте себе транспорт, в течение суток сколько людей там проезжает, и на поверхности остается этот вирус, на порочнях, на металле, везде он живет спокойно примерно сутки, легко вообще. Может даже и дольше находиться на этих поверхностях. Основной источник заражения, самозаражение, это ваше слизистое. Это слизистое в вашем носу, слизистое во рту. То есть с продуктами питания, с руками через рот. Потерли глаз, это тоже попадание вируса в организм. Также не забывайте, что это еще уши. В ушах тоже есть слизистое. Если вы будете ковыряться в ушах, тоже будете заносить себе вирус в организм. Так же самое. Передается при половом контакте, через кровь, через какие-то там шприцы. Все это так же самое вирус передается. Но в основном, да, это респираторный путь. Это через воздух. Когда кто-то чихает, допустим, рядом с вами, или кашлят. Вот эти частички вы просто вдыхаете и заражаетесь. Или же они попадают вам в глаза, и вы тоже заражаетесь. То есть отсюда вы должны понимать, что повязка для вас не защищает 100%. Защищает на какой-то респроцент. И то, если вы меняете ее регулярно. То есть это может быть даже каждые полчаса, например, если это в общественном транспорте. Теперь смотрите, друзья, как я вам и говорил, я с вами поделюсь еще препаратами, с которыми ученые тоже согласны. И те, что предыдущие я назвал, которые я использую, ученые все подтвердили, они все работающие против вируса. Особенно бузина черная. Бузина черная – реально работающее средство против вируса. Пользуйтесь этим. Так вот, на экране сейчас я вам покажу те средства, которые еще доказаны учеными, что они работают. Это есть и японские какие-то растения, и китайские растения. Это и те растения, которые можно найти в наших краях спокойно. Допустим, купить это в аптеке той же, например. Некоторые препараты, из которых я вам показал на экране сейчас, они сложнее достать их. То их нужно поискать. И они даже не всегда дешевые. Но вы можете их найти самостоятельно и использовать их в своем лечении. Потому что они реально работающие препараты. Друзья, это уникальная информация. Это действительно я постарался найти. Я мониторил десятки исследований на эту тему и нашел эти препараты. И вообще такие исследования, что они, оказывается, проводили, что действительно учеными удалось доказать, что нетрадиционная медицина работает. Работают вот эти средства, которые вам показаны на экране. Можете комбинировать какие-то из них, использовать где-то в ваших краях. Может что-то легче достать, что-то тяжелее. Пользуйтесь этим, пожалуй. Также, друзья, помимо вот этих препаратов, которые вы сейчас увидели, вы можете использовать еще другие средства. Это лактобактерии. Как я уже рассказывал в одном из видео про лактобактерии. Посмотрите его. Доказано, что он имеет антивирусную активность. И повышает количество естественных клеток, киллеров, которые работают против вирусов в вашем организме. Это лактобацилы, ацидофиус и бифидобактерии, которые вы можете покупать уже смесь, где есть и лактобацилы вместе с бифидобактериями. Друзья, это работающий способ, но он работает заранее, заблаговременно. То есть, если у вас уже есть вирус в организме, то лактобацилы вам уже никак не помогут, друзья. Это нужно делать на протяжении всего зимнего сезона, а еще лучше, еще раньше. Периодически курсами используйте лактобактерии. Это работающее средство. Оно помогает поднять врожденный иммунитет, так называемый, который при вашем рождении с помощью бактерий образуется. Друзья, это возможно изменить. Забудьте, если вам кто-то говорит, что врожденный иммунитет и вам кто-то загробил, и у вас нет иммунитета. Друзья, это чушь полная. Лактобактерии способны усилить ваш иммунитет. Друзья, когда я готовился к этому видео, я мониторил исследование, и я был просто поражен. Я увидел исследование, которое реально доказало, что если вы будете ходить босиком по земле, друзья, босиком по земле, то есть я такое делаю, но только когда моржу, или на пляже где-то летом хожу песком, да я не хожу по улице босиком. Всегда считал людей довольно странными, которые это делают, которые ходят босиком по земле. Но в принципе, многие люди даже замечали, которые работают в огороде, например, босиком, или там на траве, что они здоровее становятся, когда босиком работают почему-то. Вы представляете, что ученые доказали, что это реально помогает. Это работает на уровне электрона в вашем организме. То есть это называется заземление. Когда вы стоите на земле, босиком именно на земле, то вы заземляете свой организм. Происходит обычное заземление, как, например, у вас там, не знаю, стиральная мышинка, вы заземляете ее в розетку, да. Вот эти лишние электроны, они выходят из вашего организма, и это помогает даже восстанавливаться после болезни. Так же самое это повышает вашу иммунную защиту вашего организма. То есть, друзья, это реально учеными доказано, что ходить босиком по земле полезно. Ну, попробуйте и такие способы, почему нет. Друзья, теперь давайте будем закругляться и переходить постепенно к традиционным методам лечения, то есть к таблеткам, да. Все же я, как и обещал, вам дам и эту информацию. Если вы хотите быстро избавиться от симптомов, то вы должны понимать, что существуют все-таки таблетки, которые практикуются во всем мире, не только в вашей стране, и уже доказана хорошая практика, хорошим опытом применения этих препаратов, что они работают. И один из них это осельтамивир. Вы должны понять важный нюанс, я расскажу про этот препарат, как он работает. Его нужно принять в течение первых 24 часов после начала заболевания гриппом. Как только появляются первые симптомы вируса, как только, то вы можете принять препарат осельтамивир, найти препарат, точнее, в котором содержится он, да, осельтамивир. И он доказан учеными, что он может сократить ваш грипп примерно до 2-3 дней вообще. То есть очень быстро происходит выздоровление. Он действительно влияет прямо на сам вирус гриппа и на очень многие штаммы. Он доказал свою эффективность, это работающий препарат, друзья, но работает только, если вы делаете первые сутки после начала заболевания. У него могут быть довольно серьезные побочные эффекты, такие там, как рвота даже, да, то есть, но если вдруг вы понимаете, что, ну, всякая была жизнь, я понимаю, не всегда есть время лечиться, так как я объяснил в этом видео, потому что я обычно, если грипп, я лечусь там 5-7 дней, и в это время я реально болею. То есть я не могу никуда выйти, я нахожусь дома на, не знаю, это практически лежащее состояние, потому что состояние не очень хорошее, да. Ты лежишь дома с высокой температурой, и это нужно переболеть. Но если на это времени нет у вас, то вы можете использовать этот препарат и выздоравливать быстрее, да, но лучше это все-таки делать по назначению врача не самостоятельно. Любые таблетки, которые я назову в этом видео, должны назначить вам врач. Вы можете просто прийти и спросить у него про именно этот препарат, да, что вы, допустим, нашли такую информацию, да, вы хотите попробовать этот препарат, чтобы он вам не напарил какой-то препарат, который ему выгодно вам дать. Если вы не понимаете, то врачи, они часто предлагают препараты те, от которых у них есть процент за, ну, так называемый откат, который они получают, назначая вам эти препараты. Если вы этого еще не поняли, друзья, то откройте глаза, врачи назначают почти всегда то, что им выгодно. Также достойны внимания препарат Заннамивир. Заннамивир – это препарат, который используется только для ингаляции. Он считается более эффективным, чем первый препарат, предыдущий, да, Сальтамивир. И он очень хорошо борется с вирусом гриппа, именно сразу же, когда он в легких находится, да. То есть, особенно, это хорошая профилактика всевозможных осложнений, пневмонии и так далее, вызванные вирусом. Друзья, теперь вы видите на экране вот эти три препарата, которые самые современные, которые я нашел, которые сейчас очень прогрессивны, эти препараты на рынке. Вы можете поговорить с своим врачом по поводу этих препаратов, попытаться их где-то найти, допустим. Они могут быть разными, под разными торговыми марками, да. Я не рекламирую какой-то конкретный препарат. Я говорю вам то вещество, которое, да, у них действует. Так вот, вот эти три препарата вы можете обсудить своим врачом. Особенно последний препарат, который вы видите. Третий препарат, это перамивир. Он способен бороться даже с вирусами, которые пандемические, которые вот эти сложные вирусы, когда происходит мутация нескольких штаммов вируса, он способен справляться даже при таких состояниях, при таком вирусе. То есть, это очень современные препараты. И они на порядок более эффективны, чем предыдущие, круче, чем с эльтамивир. И предыдущие все вместе взятые. Это очень сильный и хороший препарат. Друзья, на этом все. Будем закругляться. Я хочу подытожить, да, самое главное. И еще добавить кое-что о температуре. Смотрите, друзья, самолечением заниматься можно, если вы знаете, что вы делаете. Если вы лечитесь, допустим, так как я порекомендовал с помощью трав, с помощью правильного применения, допустим, щелочной воды, и вы можете самостоятельно лечить грипп. Но вы должны понимать, что, допустим, если у вас возникает высокая температура, а я рекомендую не сбивать температуру до 38,5. Я терплю температуру даже 39 спокойно. Даже 39,5 я терпел, не сбивал эту температуру, потому что я нормально переношу такую температуру. Но если вы не в состоянии такую высокую температуру переносить, я хорошо переношу такую температуру, да. Но у меня всегда под рукой есть обычные таблетки, которые жаропонижающие, которые я все-таки могу принять, допустим, если температура начнет переваливать там за 39, 39,5, например, да. Но вы знаете, Почему-то организм настолько хорошо это регулирует, что очень редко температура повышается выше 39,5. Даже за 40 переваривает очень редко. Даже ученые удивлены этим эффектом, потому что организм очень хорошо срабатывает вот этот предохранитель, который сбивает вашу температуру. Если вы никогда не ждали такой высокой температуры, если вы ее начинаете сбивать уже где-то на 38, вы можете даже не знать, что у вашего организма есть очень серьезные предохранители. Как только температура повышается к таким цифрам, как 39,5, допустим, к 40, к 40, то она потом резко спадет сама. Это я вам говорю на личном опыте, потому что я не побоялся, я ждал такую высокую температуру. И вы знаете, выздоровление происходит гораздо быстрее после того, как вы это выдержали. Но нужно соблюдать определенные требования, которые я вам рассказал. Это водный режим, особенно употребляйте гидрокарбонат натрия, водичку, богатую минералами. Но, если вдруг что-то пойдет не так, и температура начнет резко повышаться, то у меня есть таблетка, которая помогает резко снизить, допустим, температуру. Это может быть, например, ибупрофен. К примеру, ибупрофен, да, это во всем мире зарекомендовавшие себе таблетки, они работающие, это хороший способ снижать температуру. Но, если у вас какие-то есть риски, осложнения, не знаю, если у вас диабет, например, вам не нужно заниматься самолечением, друзья. Но вы должны знать, да, если у вас какие-то есть хронические заболевания, то, скорее всего, лучше обращаться к врачам. Так же самое, вы должны звонить скорую, если у вас температура начинает переваливать за 40, если она реально перевалилась за 40, и когда вы сами пытаетесь ее снизить, она не снижается. И тут же звоните скорую, вас должны быстро забрать скорую, так как примерно после 42 есть уже риск серьезный, что начнут сворачиваться белки в вашем организме. И это несовместимо с жизнью. То есть при такой высокой температуре организм уже действительно начинает загибаться. Не доводите до такой температуры, даже не доводите до 40. Лучше 38,5, ну максимум 39, допустим, если вы плохо знаете свой организм. Также вы должны еще понимать, есть такие, есть пандемия, как я вам сказал, когда идет несколько смесь нескольких вирусов. И тогда, когда вирус очень сильно патогенный, очень мощный, очень такой, этим вирусом, когда болеет очень много людей вокруг, но обычно в стране обычно говорят, что там есть риск пандемии, да, как вот был, например, там в 2009 году, H1N1 вирус, если вы знаете, да, очень много людей заболело этим гриппом и очень большая, высокая была смертность. Смотрите, друзья, когда вот такой высокопатогенный вирус проникает в ваш организм, то иммуноответ может быть излишним, чересчур сильным. Температура может подняться очень сильно, до 40, даже выше 40. И идет очень серьезный риск осложнения, такие, как, да, или отек легких, или там пневмония. И это все нужно, конечно же, лечить, обращаться в скорую помощь, и чтобы вами занимались уже врачи. Так как у них есть больше арсенал средств, если вдруг идет что-то не так, если идет серьезный уже риск вашего здоровья, то вас, скорее всего, спасут все, будет нормально, больница вам все сделать правильно. Дома такое не лечится. Если температура слишком поднялась у вас высоко, то все, никакого самолечения. Пожалуйста, звоните в скорую помощь, и пусть этим занимаются дальше врачи. То есть в этом видео я хочу, чтобы вы поняли, да, я говорю про борьбу с сезонным вирусом, а не с тем вирусом, который какой-то выходит за рамки обыденных вирусов, которые обычно мы сталкиваемся, да. То есть когда серьезная пандемия, там серьезная, много людей болеет в мире, вы должны знать, что с таким вирусом бороться самостоятельно очень сложно. Друзья, на этом все. Это очень сложная тема, и сложно ее вписать в какие-то рамки очень короткие, да, так как видео все-таки немножко получилось длиннее, чем я думал. Но я думаю, что я дал вам полезную информацию, и вы на самом деле ее нигде просто не найдете. Я нигде не находил такую информацию по поводу трав, какие травы нужно применять, какие работают, какие не работают, потому что лечение должно быть эффективным, и само лечение должно быть обязательно эффективным, если вы лечитесь нетрадиционными способами. Друзья, поэтому пользуйтесь тем, что я вам дал. Это уникальная информация. Будьте здоровы, и увидимся в новом видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин